Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем книгу Исаии, 57 глава. Первые два стиха говорят о том, что праведник в этом мире, он не ценится окружающими, и он умирает, никто этого не замечает. Праведник умирает, и никто не принимает этого к сердцу. Ему же благочестивые восхищаются, имеются в виду, уносятся от земли, и никто не помыслит, что праведник восхищается от зла. Мир лежит во зле, удел всякого праведника в этом мире быть гонимым и в предельном случае быть убитым. Праведник гоним в обществе, потому что общество лежит во зле. Любое общество, каким бы ни было, но замечательным, прекрасным, православное, царство, государство, оно всегда ополчается против праведника. И праведник, желающий жить благочестиво, всегда будет гоним. Но праведник, как здесь сказано дальше, отходит к миру. Ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Праведники наследуют вечную жизнь, они наследуют вечное упокоение. Не случайно мы молимся, когда кто-то уходит из праведников в мир иной, из христиан, из верных Богу. Мы молимся, просим у Бога вечного покоя, чтобы он упокоился. И вот они ходили прямым путем в жизни и прямым путем идут туда, где не есть ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. И в конце концов будет воскрешение праведных. Как сказано у Даниила, одни воскреснут в жизнь вечную для награды, другие для навечное поругание и посрамление. Вот праведники восхищаются из этого мира, то есть их жизнь заканчивается иногда насильственным образом. Никто, говорит, он не прилагает этого к сердцу, то есть не принимает во внимание. Да, праведнику нелегко, трудно приходится в этом мире человеку, живущему, стремящемуся жить по заповедям Господним в этом мире, который лежит во зле. Но его удел в будущем мире, а улам-габа, как мы говорим, по воскресенье мертвых, в жизни вечной, его удел благ, блаженен, в отличие от тех, кто его гнали. Праведник отходит к миру. Дальше с 3 стиха и по 13 стих включительно содержится пророчество, которое обличает идолопоклонство. Скорее всего, говорят исследователи, это пророчество было произнесено еще в допленную эпоху, то есть до Вавилонского пленения. Значит, можно его датировать 8 веком. Вот этот последний раздел Исаии, который иногда называют Трита Исаии, 56-66 главы, один из глав, он по своей композиции очень сложный раздел. Пророчества относятся к разному времени, к разному периоду. Некоторые допленные, некоторые можно отнести даже к эпохе Исаии, то есть к 8 веку. Некоторые составлены в плену, некоторые сразу после выхода из плена, и некоторые уже в эпоху, когда был восстановлен храм и восстановлен Иерусалим. Датировка носит часто условный характер, датировка многих авторов. И это часто выходит за рамки чистой гипотезы. Но по содержанию можно как бы предположить, догадаться, что вот это пророчество с 3 по 13 стих 57 главы удобнее всего, лучше всего датировать временем допленным. Допленным, когда еще Вавилоняне не разрушили Иерусалим, и не угнали всю знать и правителей в пределы Вавилонии, в Междуречии. Итак, читаем 3 стих. «Но приблизьтесь сюда, вы, сыновья-чародейки, семя прелюбодея и блудницы». Часто идолопоклонство у пророков, начиная с Амоса и Осии, конечно же, часто идолопоклонство уподобляется блуду, прелюбодеянию, измене. Это такая метафора, супружеская, брачная метафора, с помощью которой изображается этот грех идолопоклонства во всех его формах и проявлениях. Грубый фетишизм, поклонение иным богам, кумиротворчество и все остальное, в том числе всякие политические формы идолопоклонство, человекоугодие, преклонение перед сверхдержавами, перед властью, перед силой оружия, перед войной и так далее, что нередко и в наше время происходит. К сожалению, пророки обличают идолопоклонство во всех его формах и квалифицируют его как измену бога. Как жена изменяет своего мужу, так Израиль изменяет своему богу. Вот в этом пророчестве много разных деталей, намеков, которые трудно привязать к каким-то конкретным идолопоклонническим действиям, которые совершались в Израиле, особенно в допленную эпоху. Но о некоторых деталях, о некоторых намеках догадаться можно. Семя прелюбодея и блудницы здесь обращение к израильтянам, которые занимались идолопоклонством, религиозным синкретизмом и поклонялись кому попало и чему попало, вместо того, чтобы поклоняться богу. Над кем вы глумитесь, обращается к ним это пророчество. Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи, разжигаемые похотью к идолам под каждым ветвистым деревом, заколающее детей при ручьях между расселенными скал? А вот под каждым ветвистым деревом, видимо, здесь намек на культы плодородия с их сакральной проституцией и всеми остальными прелестями. Эти хананские культы, которых было много у финикийцев, у хананеев, но которые проникали и в израильскую религиозность с ее синкретизмом того времени допленного. Особенно это касается северного царства, израильского, десятиколенного. Там, где даже на севере Галилеи, например, преобладало хананейское население над израильским населением. Израильтяне увлекались этими формами культов плодородия, ваолизмом и всем прочим. В том числе в культовых практиках практиковалось то, что называется в науке сакральной проституцией. Вспомним первые главы Осии, которые так ярко и красноречиво описывают это разложение синкретизмом и поклонением наряду с истинным богом всей этой мерзости. И также поклонение, то есть совершение, помимо истинного культа, еще и во всех этих культовых центрах, связанных с культом плодородия, совершения разных форм идолопоклонства, сопровождаемое и, конечно, сопровождаемое, как обычно в культах плодородия, это бывает, и блудом в прямом смысле слова. Вот здесь это обличается. Те, кто заколают детей при ручьях между рассельными скал, имеются в виду именно последователей культов Молоха, связанного с убийством детей. В книге Второзакония сказано, что убивают детей, проводя их через огонь. Это строго запрещается. Господь говорит, я не заповедовал этого ни вчера, ни третьего дня. Часто у пророков звучат эти обличения. Вот Молох, божество, божество соседей Израиля. И израильтяне, к сожалению, увлекались этим культом. Особенно это было распространено при нечистивом царем Анашема, Анасии, который царствовал долго, более 50 лет, и вверг свой народ, Иерусалим, и храм Иерусалимский, во все эти мерзости идолопоклоннические, включая в том числе тем, что в долине Эномовой был установлен идол этого самого бога. Полое чудовище с полым брюхом. Внутри разводился огонь, и клали ребенка, и он скатывался в брюхо, и там сгорал. Вот такой жестокий, ужасный культ Молоха. И это слово стало нарицательным, и часто к репрессиям XX века применяют это название, что Молох репрессий, он уничтожал один слой населения за другим, один класс за другим, как в конце концов добрался и до самих правителей, и стал пожирать уже самих вот этих вот вождей. Этот Молох был неостановим, он был ненасытен, и пожирал самих палачей. Молох войны, часто так говорится, это выражение используется. Вот, ну, а здесь в прямом смысле, здесь у Исаии обличается этот культ Молоха, ужасный, омерзительный и отвратительный для Бога и для нормального человека культ. Так вот, читаем дальше. На высокой и выдающейся горе ты ставишь ложе твое, и туда восходишь приносить жертвы. Опять ложе, опять намек на культ плодородия, приносить жертвы, в том числе человеческие жертвы. За дверью также и за косяками ставишь памяти твои. Непонятно, что конкретно имеется в виду. Какие-то, видимо, культовые памятные знаки ставились за дверью, за косяками, как-то какие-то охранители жилища, может быть. Ибо, отвратившись от меня, ты обнажаешься и восходишь, распространяешь ложе твое и договариваешься с теми из них, с которыми любишь лежать, высматриваешь место. Напоминает это все в первые главы книги Осии, где тоже говорится обо всех этих культах плодородия, о всех этих духовных, религиозных изменах Богу. Даже жена пророка, пророка Осии, Гомер, она тоже по одной из версий, по одному из толкований была служительницей вот такого культа. Была культовой женщиной. «Распространяешь ложе твое, договариваешься с теми из них». Другие божества, вообще идолопоклонства, часто они изображаются в образе любовников, с которыми жена изменяет своему мужу. Израиль – это жена. Бог ее обманут, и ею ревнивый, разгневанный супруг. С кем она изменяет? С иными богами, с идолами и так далее. Вот эти все метафоры, эти образы прилагаются к описанию духовного состояния, ужасного идолопоклоннического состояния израильтян во времена пророков. «Ты ходила также к царю с благовонной мастью». Израиль представлена в образе женщины, она ходит к некоему царю. Царями назывались разные божества, семитские божества. Возможно, здесь речь идет о Мелькарте, этом финикийском боге подземного царства. Его культ процветал в Тире, Цур. И, возможно, здесь имеется в виду под этим самым царем вот этот самый Мелькарт. По контексту, скорее всего, речь не идет о земном монархе. «С благовонной мастью и умножала масть, и твои далеко послала послов твоих и унижалась до преисподней». Вот преисподня связана с Мелькартом. Мелькарт, ну, тоже корень тот же самый, царь Мелех, что в общесемитском слове для обозначения земных царей. Часто вот эти цари, царями назывались то или иное ханонийское божество. Вот, как я уже сказал, Мелькарт, божество подземного царства, божество преисподней, у Тириан, у финикийцев. «От долгого пути твоего утомлялась, но не говорила надежда потеряна, все еще находила живость в руке твоей и потому не чувствовала ослабления. Ревностно, невзирая на усталость, израильтяне служат до самозабвения, служат идолам, почитают иных богов, и все это пророк обличает. «Кого же ты испугалась и устрашилась, что сделалась неверною?» Израиль – неверная жена. «И меня перестало помнить и хранить в твоем сердце». Помнить надо. Жена всегда должна помнить друга юности своей, мужа своего, никогда не должна забывать в сердце. Не должно быть изменения. Измены начинаются в сердце. Если в сердце измена совершена, дальше, как только муж уехал в командировку, сразу же наступит измена и полностью. Уже не в мыслях, а на деле. «Не от того лишь, что я молчал, и притом долго ты перестала бояться меня». Господь временами молчал. Пророка нет, говорит псалмопевец в одном из псалмов. Эйн-нави. Были периоды в истории израильского народа, когда Господь, испытывая свой народ или наказывая его, не отвечает ему на его молитвы. И тогда было большое искушение обратиться к иным защитникам, иным, в кавычках, спасителям, к иным божествам с просьбой помочь, спасти и так далее. Вот никогда, ни в каких трудных обстоятельствах нельзя изменять Богу. Нельзя забывать его в сердце своем. Даже если иногда не слышит он молитв, вернее слышит, он о них не отвечает, значит, есть какая-то причина для этого. Ищите меня, когда я близко, сказано было в предыдущих главах, как мы помним. Я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе. Это неправда, это кривда, дела злые, дела преступные, и они на суде Божьем будут не в пользу Израиля, на этой божественной тяжбе. израильтяне не смогут доказать свою правоту. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Сборище, все эти божества, все эти идолы, а также все эти союзники, с которыми Израиль в предпленную, допленную эпоху стремился вступить в вассальный договор, то с Египтом, то с Ассирией, с кем бы то ни было, то антиасирийская, то проасирийская политика велась. Это тоже форма идолопоклонства, говорит пророк Осия. Так вот, это все сборище, оно не спасет тебя, ни идолы, ни царства, государства, никакие, ни оружие. Всех их унесет ветер, развеет дуновение, а надеющийся на меня наследует землю и будет владеть святой горою моею. Те, кто надеялись на Господа, те, кто вспомнили о нем вавилонском плену. Они возвратились, унаследовали вновь обетованную землю и владели святой горою моею. Имеется в виду гора Сион, храмовая гора, часто гору Сион именно с храмовой горой тождествляют, и речь идет, конечно же, об Иерусалиме. С 14 стиха по 21 стих, другое пророчество, вторая половина этой главы, 14-21 стихи, пророчество на другую тему, о том, что вот эти самые праведники, надеющиеся на Господа, они наследуют землю, имеется в виду слабые люди, бедные, незащищенные, они эту землю наследуют. Эту поэму, вот эти стихи с 14 по 21, следует датировать скорее после пленной эпохой, хотя она присоединена к тексту, который, по всей видимости, был написан до плена. Дедактировалась, составлялась книга постепенно, очень долго, на протяжении длительного периода, и не всегда хронологическая последовательность, вернее, сказать ее почти никогда, ни в третьей части, ни во второй, ни в первой части книги Исаии этой последовательности нет. Итак, читаем, 14 стих, и сказал, поднимайте, поднимайте, ровняйте путь, убирайте преграду с пути народа моего. Во втором разделе Исаии мы читали, всякий долг наполнится, всякая города понизится, чтобы ровный был путь, когда народ выходит из и лонского плена и возвращается в свою землю. И вот здесь та же самая тема, те же самые образы природы. 15 стих, ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его, Кадош, 6 глава, помним, Кадош, 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 Адунает, Саваут и так далее. Святым часто назван во всей книге Исаии, особенно во втором разделе часто Господь называется Святым Кадош. Вот и здесь тоже в третьей части. Святой значит отделенный, этимологически Кадош значит отделенный, отделенный от зла, от греха, от профанности всякой и от всего такого прочего. Я живу на высоте небес и во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом. Вот Господь, Он повсюду и в то же время Он трансцендентен, Его нет нигде. Но есть особые места Его присутствия, Он эманентен, и трансцендентен одновременно. Вот есть особые места Его присутствия. Это, конечно же, святилище, имеется в виду Иерусалимский храм, и храм небесный, высота небес. Часто домом Божьим у пророков называется не Иерусалимский храм, но и небесный храм, по образу которого построен храм в Иерусалиме. Так вот, три места особого присутствия Божия. Это высота небес, на высоте Господь живет барама, это Иерусалимское святилище, и это сердце человека, как здесь сказано, сокрушенных и смиренных духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вспоминается 50-й псалом, по еврейскому счету 51-й, где говорится, что сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божи. Вот Господь не презрит сокрушенного сердца. Сокрушенные сердцем благословляются Богом, Господь слышит их молитвы, кающихся, сокрушающихся о своем грехе и оживляет дух смиренных, оживляет сердца сокрушенных. Вот три места особого присутствия Божия, небо, храм, Иерусалимский храм и сердца сокрушенных. Ибо не вечно буду я вести тяжбу не до конца гневаться, иначе из не может предо мною дух и всякое дыхание мною сотворенное. Если бы Господь был только правосуден и не был бы милосердным, то кто бы мог выдержать его суда? Все были бы истреблены справедливо по закону Божьему на этом суде, по приговору Божьего суда. Но Господь не только справедлив, не только праведен, но и милосерден. Он любит миловать, как сказано, долготерпеливый и многомилостивый, раф хесет эрехапаем и так далее. Древний израильский символ веры. Так исповедует Бога единого, но и не только единого, но и многомилостивого, долготерпеливого, многократно повторяется и в законе Моисеевом, и у пророков вот этот символ веры. И все мы его, конечно, помним. Ибо не вечно будет вести Господь тяжбу, то есть суд с человеком, но будет и миловать его. За грех корыстолюбия его я гневался и поражал его. Вспомним окончание предыдущей 56 главы, где обличаются эти ленивые псы, эти корыстолюбивые цофимы, эти стражи, эти пастыри израильского народа, вожди его, которые не заботятся о народе, о стаде Божьем. И здесь, там тоже говорилось, что они корыстолюбивые. Вот здесь говорится о корыстолюбии. За это Господь и поразил, скрывал лицо, негодовал, то есть молчал. Молчал, люди думали, ну, наверное, теперь уже никогда и не ответят, стали обращаться к иным богам, это было ошибкой. Господь ответит, если сердце сокрушенное, и дух смиренный пред ним, пред Богом, истинным, пред Богом Израиля, с которым Израиль в завете состоит. «Я видел пути его, и исцелю его, и буду водить его, и утешать его, и сетующих его». Человек, народ, если свернул с пути, прямого с пути Божьего, надо вернуться на этот путь. Совершить тшуву, от глагольное существительное, происходящее от глагола шув, возвращаться. Это и есть покаяние. Покаяние – это не только перемена ума, как у греков, а покаяние – это действие. Надо свернуть сложного пути и вернуться в ту точку, где ты свернул с истинного пути. То есть возвратиться. Покаяние – это возвращение к Богу, а не только мысленные какие-то процедуры. Реальное, истинное покаяние – выбросить идолов, начать служить Богу. Вот что такое покаяние в библейском смысле слова. Тшува. «Я видел пути его, исцелю его». То есть народ свернул сложного пути и пошел вновь истинным путем, покаялся духом сокрушенным, сердцем смиренным, стал вновь служить Богу, и Господь его исцеляет. «Я исполню слово. Мир, мир дальнему и ближнему, говорит Господь, и исцелю его». Вот эти слова 19 стиха «Мир дальнему и ближнему, ближним израильтянам, всем народам присоединяющимся, отвергающим идолов и присоединяющимся к единому истинному, служению единому истинному Богу». «Им всем мир дальним и ближним, говорит Господь». Эти слова, слова этого стиха будет повторять в Новом Завете апостол Павел в письме христианам города Эфес. там во 2 главе стихе 17 сказано «И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Речу это Христе. Он придя, благовествовал мир. Мир вам, говорил Христос. Христос и его церковь проповедуют, благовествуют этот мир дальним и близким, чтобы народы враждующие примирились, чтобы человек, самое главное, примирился с Богом, перестал против Него враждовать. И тогда будет мир Божий во всем мире. Миру мир. Люди пытаются построить мир между народами, ничего не получается. Войны. Услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь. А вот мир Божий, он непоколебимый, он несокрушимый, и к этому миру человек должен стремиться и этот мир принять. Приняв этот мир, человек будет действительно, будет мир во всем мире. Если человек будет в мире с Богом, он не будет враждовать и против других людей, против других народов. Почему один народ ополчается против другого народа, враждует с ним, истребляет его, уничтожает его в войнах? Ну, видимо, потому что не руководствуется вот этим призывом Бога к миру, потому что у него нет мира в сердце, нет мира с Богом. А есть в этом сердце личные амбиции, претензии, комплексы и ненасытное желание властвовать. Увы, так было во времена пророков, так было во времена апостолов, и так сегодня мир не изменился, и христианство не сделало человека лучше. И христианский мир, и христианская цивилизация точно так же наполнены враждой, ненавистью, и нет никакого мира. Почему так происходит? Потому что мир, он от Бога. Только от Бога. Если мы примем мир Божий в сердце своем, если у нас будет мир с Богом, тогда будет мир и между нами, между людьми. А нечестивое, как море, взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Не успокоится нечестивец. Об этом пророк Аввакум также говорит. Праведник верою свою спасется, а нечестивый он не успокоится. И вот здесь нечестивый подобляется взволнованному морю, но не может успокоиться. Вроде бы штиль, вдруг раз, опять буря. И так постоянно. Воды выбрасывают ил и грязь. Вот нечестивец, который волнуется словно море, он выбрасывает этот ил и грязь вокруг себя. Своё нечестие извергает из себя. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Вот у Бога для таких нечестивцев тоже нет мира. Господь сам будет с ними враждовать, накажет их, низложит всех этих воинственных и враждующих против других людей. Запись сделана для библейского портала «Экзегет». Редактор субтитров А.Семкин